Вот он к нам приехал с пристравочной станции, совершенно лысый от стресса и без хвоста. Хвост у него не отрос, а вот шерстка отросла, хотя врачи не знали, как его лечить, потому что известно было, от чего он облысел, а как лечить никто не знал. Ну вот, просто успокаивали его, просто дали ему те условия, которые он хотел. Пару лет назад, когда наша съемочная группа приезжала в гости на мою маленькую ферму, Джеки выглядел вот так. Тогда он только-только попал в руки Ольги и Дмитрия. Здесь почти у каждого есть своя история, печальная. У нас более 80% животных действительно подобранные и спасенные с разных мест. Ну, во-первых, у нас есть и кошки, и собаки, которые сами нас нашли, пришли с улицы. У нас есть звери с пристравочных станций, есть со звероферм, есть с меховых ателье, есть закрывшегося зоопарка с Перми. То есть у всех очень разные судьбы. Есть, например, енот Надюша, которого спасали 6 лет назад на платном переезде со всеми зоозащитниками. Откуда она появилась, до сих пор мы не знаем. И, конечно, нам нужно развитие, потому что нам, во-первых, тесно. Во-вторых, мы сейчас вынуждены отказывать тем, кто к нам обращается, чтобы спасти еще животных, потому что у нас просто нет физически мест, куда их разместить. Не в карантине, не в самом помещении. Решение зрело давно, и сейчас, в этом году, самое время его реализовать, говорит Ольга. Мы все-таки решились, что мы должны построить зимнее здание для всех зверей, сделать им классный выгул, просторные вольеры и гулять с ними на земле. Притом у нас есть подходящее место для этого – экопарк Поляны. Мы там летом находимся, и там, конечно, очень здорово, потому что мы находимся в лесу. И нам бы сейчас хотелось еще помощь предпринимателей, строительных компаний, архитекторов, дизайнеров, плотников, которые могут нам помочь с вольерами. У маленькой фермы за годы сформировалась большая группа поддержки. Это все посетители, которые приходят в гости к спасенным животным, общаются с ними, радуются знакомству и, конечно, поддерживают материально. А сейчас, чтобы у этих пушистых и пернатых появился постоянный дом в самом подходящем для них месте, такая поддержка становится особенно ценной. Нас любят дети, нас любят взрослые, нас любят зоозащитники, нас любят любители животных, и многие из них стали любителями животных с нашей помощью. Ну а сейчас пришло время выйти на новый уровень. Мы обычно не просим помощи, в отличие от других приютов. Для животных мы самоокупаемы, мы не просим помощи у людей постоянно. Но, с другой стороны, мы не можем заработать на серьезные преобразования, на создание такого большого центра спасения животных. Для этого нам нужна помощь благотворителей. Мы объявили сбор средств, краудфайдинг. Сейчас мы просто по нашим соцсетям это делаем. В феврале мы подадим на Планета.ру и будем собирать средства. Посмотрим, сколько граждан откликнется. Прийти и познакомиться с жителями приюта-зоопарка сейчас можно внести. При желании внести свой вклад в их будущий большой дом в окружении природы. Только представьте, сколько живых существ обретут счастье, любовь и самую лучшую звериную жизнь, когда мечта о большом постоянном центре спасения станет реальностью. Кстати, если вы еще не бывали в приюте-зоопарке, сообщаю новость. Недавно в моей маленькой ферме появилась новая экскурсия ночная. Большинство зверушек активны в темное время суток, поэтому посмотреть на их поведение, когда они бодры, согласитесь, очень интересно.